Шахтеры Наши кормилицы так ласково называют шахтеры свою технику. Капризничать ей нельзя, говорят они. Ведь от того, как она отработает, будет зависеть весь технологический процесс. Поэтому проходчики каждую смену тщательно осматривают ее, прежде чем приступить к работе. Евгений Сидарюк полжизни проводит под землей. Работает на буровом станке в забое. Ну вот где я прихожу и осматриваю машину сначала визуально. Потом захожу, читаю журнал примерно, осмотрю, какие возможно были у нее поломки или у нее сложности. Осматриваю в основном сначала эти места, так скажем слабые. Ну в основном все проходчики уже знают, если он постоянно работает на этой машине, он уже знает, где у машины может быть слабое место. Евгений яркий представитель династии шахтеров, а началась она с его деда еще до Великой Отечественной войны. Дело предков продолжил отец, ну а затем уже и сам Евгений. Сейчас уже и его сын подхватил производственную эстафету. Евгений начал работать на подземном руднике «Удачный» практически с начала его строительства. Помнит эти дни, как сейчас. Я горжусь, что я работаю в «Алроса», что мне, так можно сказать, был я на самых первых шагах строительства подземного рудника «Удачный». Мы здесь начинали штольню. Здесь же получали первую технику. Поначалу мы работали вручную. Сейчас, слава Богу, что работаем уже на такой технике, что я даже и не думал, что придется работать. Спусков и подъемов в шахту в жизни Евгения не сосчитать. Главное, что после каждой смены он спешит домой, где его ждет семья. На вопрос, сложно ли быть женой потомственного шахтера, супруга отвечает. Сложно как? Сложно морально. Конечно, очень сложно. Уже сколько лет, 27 лет я его встречаю и каждый день провожаю на смену и каждый день встречаю. Очень сложно морально ждать, особенно если какие-то задержки. Труд Евгения оценили по достоинству. У него много благодарности. А недавно его отметили почетной грамотой Министерства энергетики. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал Алмазный край.